всем привет с вами ильяна и у меня второй урок по созданию моего небольшого альбомчика и так вы видите что у меня уже появились странички из картона в данном случае переплетного я сделала обложки три странички поскольку у меня четыре разворота то нам нужно три странички и два форзация для чего нам нужны форзации мне нравится когда обложка у альбома достаточно жесткая и зачастую бывает если взять только одну обложку из картона то она достаточно подвижная а если сделать форзац плюс обложку то у нас уже вот такая она жесткая получается да то есть она более крепкая и более такая основательная мне даже тактильно это больше нравится форзации странички я в данном альбоме решила по краям обвернуть замшей вот такой вот очень глубокий синий цвет он не походит подходит по цветовой гамме к альбомом 4 странички уже обвернула и сейчас вместе с вами сделаю последнюю пятую форзац точно также обвернул вот этой лентой для альбома мне понадобится еще ткань значит я сделал вот такую подборочку здесь две замши их я буду использовать на обложке вот это вот темно-синяя такая же как для кантика всех страничек она будет использоваться на корешке а вот такая вот очень красивая васильковая очень плотная хорошая и очень тактильно приятная замша она у нас будет на обложке также мне еще понадобится кружи не кружева ткань хлопок данный отрез это уже там тоже остатки он мне понадобится для создания переплета данного альбома и частично будет участвовать в перемычках то есть именно в конструкциях его практически не будет видно поэтому вот такой вот нейтральная цветовая гамма а то этого остатка мне хватит вполне его осталось только отгладить и уже начать создавать переплет что касается переплета то в данном альбоме я хочу сделать переплет такой какой делала в лесном альбоме то есть это переплет без перемычек почему решила сделать такой переплет потому что в личные сообщения несколько пришло запросов на то чтобы рассказать и показать как я делала подобный переплет в конкретно данном альбоме можно было сделать конечно и бумажный переплет но поделиться с вами своей какой-то наработкой я решила будет гораздо более полезные и мне самой для отработки моих навыков тоже будет гораздо лучше итак начну с того что буду делать сейчас нашу страничку и так я люблю в данном случае использовать клей на водной основе я не использую для того чтобы обворачивать клей типа силиконовых да это например момент до столяр помпон то есть вот эти клеи как мне кажется они не очень подходят для данного процесса почему потому что они не так легко распределяются а для нас это очень важно как вы видите вот так у замши у моей есть лицевая сторона и есть изнаночная очень важно их не перепутать накладываю лицевой стороной вверх дохожу до угла и обворачиваю нашу страничку подтягиваю обязательно подтягиваю вот поправляем очень хорошо здесь нужно подтягивать замши чтобы она прямо вот обвернула наш картон так здесь я маловато оставила ничего страшного я дохожу до угла немножко отрываю открываю его и продолжаю углы я буду срезать в данном случае сейчас покажу почему я еще использую замши в данном случае мне очень нравится как замша тактильно приятно когда берут берет человек альбом в руки я периодически по-разному обворачиваю корешки вот таки торцы страниц я использовала и хлопок и киперную ленту но тем не менее именно замши мне кажется наиболее тактильно приятно в этом случае точно также обвернули и вот тут вот ноготками формируем очень плотно хорошо вот такой вот язычок который мы будем срезать ножницами нам очень важно его хорошо подтянуть и прям вот так вот чтобы тканюшка там соединилась внутри чтобы не было никаких зазоров никаких трещинок продолжаем процесс этот на самом деле очень быстрый но альбом он придает очень хорошее повышает качество альбома его приятно становится тактильно брать в ручке потому что края страниц это одно из тех мест которые мы вроде бы и незаметно для себя но трогаем у альбом чека и нам хочется чтобы со всех сторон он был приятненьким здесь точно так же формируя уголок так теперь срезаю в моем случае я могу срезать здесь вот практически в край то есть я делаю буквально пол миллиметрика здесь вот такой вот отступ с двух сторон для чего для того чтобы просто запечатать вверх вот этой страничке тут я маловато оставила ничего страшного вот если же у вас фигурные странички они предполагают более узенький вот в этом месте переплет соответственно вы делаете формируете точно так же как здесь уголок и продолжаете обворачивать страничку еще дальше то есть вы формируете таким образом уже четыре угла они два как я в моем случае у меня будет полный переплет то есть это это место будет также защищено еще и капталом и поэтому мне достаточно просто запечатать то есть это то как раз что я сейчас делаю так вторую часть опять же помогаете ноготками излишек срезаете острыми ножницами замша имеет способность немножко подтягиваться то есть вот у киперной ленты например таких способностей практически нет она очень плохо подтягивается и с ней не так комфортно работать если вы делаете первый раз уголки и обрабатываете подобным образом свои страницы то я вам посоветую сделать это именно замшей чтобы наработать руку чтобы было понятно что было комфортно косячки легче всем убрать и вот эти ушки мы просто срезаем прям вот стык 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 к странице и проходите пальчиками мальчик а мальчик 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 не приклеились лишние еще раз про всем по всем вот этим местам проходитесь пальчиками хорошенько их прожимаете и получается у вас вот такая красивая страничка полностью уже обвернутая вот такие вот идеальные уголочки у вас получаются здесь мы запечатали и картонки не видно то есть наша страничка защищена со всех сторон все мои форзации странички все готово пора переходить к переплету чтобы определить ширину колешка между картонными страницами располагаю свои готовые развороты и считаю по линеечке высоту своего альбома моя ширина корешка получилось четыре с половиной сантиметров теперь делаю себе макет корешка для этого беру высоту страницы в моем случае это 20 сантиметров и ширину четыре с половиной сантиметров вырезаю картонную основу и оборачиваю ее замшей когда я работаю с тканью и бумагой я в основном использую клей-карандаш мне оказалось это очень удобным потому что он не течет кисточкой размазывать ничего не нужно но при этом сцепление идет очень крепко и комфортно и попробуйте если вы еще не пробовали этот клей в работе формирую отрез ткани на который будет крепиться мой корешок по высоте он чуть меньше чем 20 сантиметров по паре миллиметров с каждой стороны то есть достаточно 19 с половиной миллиметров из-за этого же куска ткани я отмеряю себе несколько тканевых полосок они небольшие шириной 3-4 сантиметра на них будет крепиться в будущем мои странички мой альбом на 4 разворота и внутренних страниц у меня всего три соответственно таких отрезов узеньких мне нужно три штуки на мой альбом склеиваю свой корешок с базовым кусочком ткани дальше начинаю крепить свои лепестки тканевые для будущих страниц тканевые полоски будут пришиваться непосредственно корешку и чтобы строчки были проложены очень ровно на каждой полосе я прокладываю себе набросок просто по линейке карандашиком там где мне нужно будет проложить строчку машинкой вот таким образом друг за другом я буду пришивать сюда полоски к корешочку но первым делом я прокладываю боковые швы по основному лоскуту ткань теперь формирую каптал по краям моего лоску . это буквально небольшие отрезы киперные или обычные принтованные ленты по краям и дальше к центральной части корешка уже пришиваю свои тканевые полоски пришиваю ткань друг за другом вот так это выглядит с обратной стороны очень красиво и аккуратно а ниточки я планирую выводить внутреннюю часть где будет располагаться сама страничка таким образом хвостики ниток не будут заметны при переплете ниточки которые остаются после пришивания каптала вывожу во внутреннюю часть завязываю узелочки и приклеиваю за заклеиваю даже их внутрь и таким образом каптал полностью соединяет и обворачивает верхнюю часть корешка очень красиво эстетично и надежно мой корешок полностью готов и можно вклеивать страницы и форзации раньше в клейку страниц я доверяла клею на этом этапе только клею карандаш конечно же все страницы основные в переплет вклеивались только на момент и мне этого хватало и в принципе не могу ничего плохого сказать про такой вариант склеивания альбомов последнее же время я перешла вместо клея карандаша на этом этапе использую клей фэнтези мне очень он нравится в работе а при распределении клея кисточкой сцепление идет максимальная и поэтому я перешла на этот вариант клеем опять же очень советую попробуйте и Продолжение следует... Мой переплет полностью готов, даю ему хорошо просохнуть. Обязательно перед вклейкой страниц проверяю еще раз, чтобы все подходило. Выкладываю все свои развороты в получившийся переплет и смотрю, чтобы у него не было излишнего раскрытия.